Абсолютно ужасное событие, ничего не имеющего общего с законом, с международным правом. Нам нужно разобраться, как на это реагировать и вообще, что может мировое сообщество правовое противопоставить этим планам, абсолютно ничего не имеющим со словом закон, планам оккупантов. В этом нам поможет разобраться Виктор Васильевич Чумак, украинский юрист, генерал-майор юстиции «Запаса». Здравствуйте, Виктор Васильевич, приветствую вас. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что мы в эфирах обсуждаем, конечно, эти планы оккупантов, что они, подчеркиваю, не имеют ничего общего с понятием права, законность, законность решения, но какие ответные меры могут быть? И вообще, есть ли у нас механизмы как-то, возможно, санкционировать это возможное преступление, о котором известно заранее? Безусловно, мы проводим ответные меры. У нас достаточно серьезные ответные меры, и эти ответные меры называются «Организация международного трибунала над военными преступниками России». Причем это серьезная вещь. Причем сейчас в организации военного трибунала по отношению к Путину и руководству России уже как бы включилось достаточно серьезное и большое количество стран. Идет разговор о том, где и как проводить этот трибунал. Да, мы с вами прекрасно понимаем, что он может быть заочник по отношению, пока может быть заочник по отношению к российским военным преступникам, но он будет. И это серьезная штука, потому что, в принципе, создание такого трибунала, это... Я не буду говорить, что это удар по имиджу, потому что нету никакого имиджа, нету никакого там репутации Ирины Меоу, Путина и его прихлебателей, да. Но, в принципе, по большому счету, это и достаточно сильный удар на международное явление, это достаточно сильное усиление санкций. Потому что, понимаете, когда человек становится нерукопожатым вообще в мире, когда по отношению к нему и его самому близкому окружению проводятся такие действия, то как бы самые страны, которые были, ну, скажем так, нейтрально относились к агрессии России, то они начинают думать о том, что, в принципе, не стоит вляпываться в эту историю, там не стоит сотрудничать с Россией более глубоко. Другого мы, как бы, ничего не можем противостоять, потому что, как бы, ну, вы прекрасно понимаете, что возможности, как вы говорите, мирового сообщества, они достаточно ограничены. Они достаточно ограничены, потому что Россия занимает там место и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, она блокирует практически все решения, которые там могли бы быть приняты в ООН. Вот. Она не допускает представителей Красного Креста к местам содержания азолцев, к местам содержания вообще военнопленных. То есть, ну, тут, как бы, когда страна террористическая, реально террористическая, не выдуманная террористическая, а реально террористическая, и когда она ведет себя как террорист, ну, противопоставить что-то, как бы, правила, стандарты, процедуры, ей достаточно сложно. Виктор Васильевич, простите за такой вопрос, но не кажется ли это определенного вида сумасшествием, когда страна, которая, как вы сказали, ведет террористические действия, но при этом одновременно блокирует любые инициативы по прекращению этих террористических действий, ну, это какой-то замкнутый круг, а, честно говоря, вот, тяжело даже понимать, а как его можно разорвать? Это кажется абсурдным, с одной стороны. Вы видите какой-то выход на уровне хотя бы принятия решений в мире? Это, к сожалению, такой абсурд есть, но этот абсурд Россия подкрепляет своим ядерным статусом. Дело в том, что все, конечно, достаточно серьезно к этому относятся. Ну, вы говорите, абсурд, сумасшедший и так далее, но ядерный шантаж, штука действенная. Хотя сейчас ее, конечно, боятся уже гораздо меньше, сейчас, в принципе, боятся стали Россию гораздо меньше, потому что, как бы, миф о непобедимости русского оружия, он развенчанный полностью, абсолютно полностью развенчанный. Конечно, никто не хочет попробовать, насколько там сильны или не сильны ядерные силы России, потому что после этого можно будет уже ничего не пробовать все равно, да, как можно привести к катастрофе для всех, с одной стороны. Но, с другой стороны, как бы, вот это вот все есть, и поэтому Россия продолжает блокировать и продолжает оставаться вот таким серьезным игроком на международной арене только через свои амбиции. Как это все прекратится? Я не знаю, я не пифия там, не прорицательница, но, скорее всего, это должно как-то прекратиться когда-нибудь, вот, потому что, в принципе, американцы сказали об этом в самом начале, и слова Войда Остина, министра обороны Соединенных Штатов, на первом расстане, они, мне кажется, что являются ключевыми. Американцы тогда сказали, вернее, Остин, я так понимаю, что выражая всю суть американской политики, он сказал тогда следующие слова. Мы должны сделать так, чтобы Россия никогда не смогла больше вести никакой войны. И, ну, вот, наверное, к этому все будет идти. В каком состоянии останется Россия, когда она никогда и никак не сможет не вести никакой войны, вот тогда можно будет говорить о какой-то там ответственности, и, может быть, говорить о новом миропорядке. Но, к сожалению, пока сейчас имеем то, что имеем. Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, международный трибунал, с какими возможными потенциальными проблемами будет сталкиваться международная юриспруденция в процессе привлечения к ответственности российских военных преступников? Понимаете, единственная проблема, и единственная там, ну, как бы, это невозможность их, невозможное их очное присутствие на военном трибунале до конца военных действий, до конца, скажем так, победы Украины, когда там, когда поменяется политико-правовой режим в России, когда их можно будет привлечь непосредственно. Вот это единственная большая проблема. А проблема в том, чтобы, в принципе, собрать достаточное количество материалов и доказательств, которые подтверждают военные преступления, подтверждают организацию войны, подтверждают организацию или, скажем так, действия, которые были в России совершены по геноциду по отношению к украинскому народу, призывы к геноциду по отношению к украинскому народу. Все это есть. Все это есть в публичной плоскости, тут ничего не надо как бы достаточно серьезно проводить оперативные мероприятия, они все есть, они все собраны, их можно собрать. А вот людей этих, конечно, достать будет сложно. Виктор Васильевич, вы сказали интересную вещь о том, что после победы Украины можно будет лично наблюдать военных преступников на, так сказать, на трибунале. Да, надеетесь. Вот я хотел у вас такой несколько политический вопрос поставить, что вы думаете, что следующий режим будет выдавать Путина, действительно, то есть это абсолютная должна быть смена российской власти, прямо от слова совсем. Ну, мы не знаем, понимаете. Есть много сценариев, о которых говорят, о которых прорабатывают, которые могут быть реальными. Я не хочу, опять же, не хочу строить никаких прогнозов, потому что они пока не базируются на реальных фактах, но может быть. И распад России на несколько государств, и изменение самого этого режима. Все очень серьезно будет зависеть на том, в какой степени и в каком виде будет наша украинская победа. Виктор Васильевич, я хочу вас спросить о том, что вы сказали, да, что некоторые люди могут превращаться в нерукопожатных. В начале эфира вы об этом сказали. Вот Мид Австрии вызвал на ковер, если можно так сказать, поспреда Российской Федерации за скандальный твит об украинцах. Напомню, что в нем этот персонаж написал следующее, написал он следующее о том, что был призыв ликвидировать украинцев. Никакой пощады украинскому населению не будет. Он это опубликовал в контексте военной поддержки США на 800 миллионов долларов Украины. Ну, по сути, призывая к тому, чтобы украинцев, ну, как бы, ну, не знаю, еще больше истреблять, если можно так истолковать. Ну, вот вызвали на ковер, условно говоря, то есть провели какую-то профилактическую беседу. Все это было не просто так. А после того, как наш МИД среагировал на этот твит должностного лица Российской Федерации, скажите, а за такое, ну, как бы, нет механизмов, ну, не знаю, уволить? И не является ли вот подобный твит для должностного лица поводом, в принципе, закончить свою карьеру, призывая убивать население другого государства? Ну, мы-то его точно, Ульянова, не увольняем. Это сказал представитель России в Австрии Павел Ульянов, по-моему. Мы его-то точно не можем уволить. Россия тоже его не уволит. А Австрия может только прореагировать тем, что, как бы, или объявить его персоной нон-грата и выставить. В принципе, это является призывом к геноциду. И, наверное, со стороны Австрии надо было сделать то же. Но мы же знаем и позицию Австрии, как нейтральной страны, которая, как бы, абсолютно, ну, я бы так сказал, более лояльно ставится, вернее, которая имеет более лояльное отношение к путинскому режиму, чем там большинство стран Европы. И поэтому Австрия прореагировала таким образом, да. Подобные, подобные, это же не первый случай. Подобное было и в Англии, когда, как раз-таки, по отношению к Азовцам сказали, что, ну, помните, там тоже был такой же самый твит. Вот. Да, да, да. Посольство Российской Федерации в Англии выпустило ответ о том, что по Азовцам надо не просто там, как бы, судить, а их вешать надо. И даже не расстреливать, а вешать. Понимаете, тут ситуация такая, что каждая страна принимает свои решения, исходя из того, насколько она считает приемлемым или неприемлемым. Это такие заявления на территории своей страны иностранного гражданина, который пользуется дипломатическим иммунитетом. А вот Ульянов, он пользуется дипломатическим иммунитетом. Поэтому, ну, он удалил, его предупредили, австрийцы посчитали это достаточно. Ну, вот и все. Виктор Васильевич, возвращаясь к той теме, с которой мы начали нашу беседу, это судилище над Азовцами. В случае, если все-таки этому судилищу быть, если оно состоится, как Украина должна реагировать на подобные события? Ну, давайте будем прямо говорить, что если как бы это уже тут, 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 не стоит говорить, они готовятся к этому, они готовят все, что там необходимо, оборудование, людей, пропаганда работает. Поэтому оно им нужно, оно им нужно в пропагандистских целях, потому что, в принципе, нету никаких там побед военных. Наоборот, все идет не так. Крым, несакральная российская земля, на которую не потягаются там иностранные солдаты, наоборот. Там можно получить здорово по шапке, скоро еще будет сильнее. Поэтому давайте будем говорить так, что, скорее всего, оно будет. Это мы фиксируем как военное преступление. Очередное военное преступление, совершенное российским режимом, совершено российскими там служебными лицами, там, не знаю, политическими лицами, политическими деятелями. Кто дает организацию, это, скорее всего, будет как бы там у следствия, кто был организатором, кто был исполнителем этого военного преступления. Потому что, ну, мы с вами уже, вы, наверное, говорили, наверное, сотни раз в своих эфирах. Я говорил в ваших эфирах и в других, потому что все бойцы Азова являются каббатантами. То есть они являются военнослужащими вооруженных сил страны, которая ведет войну. Их нельзя судить, если только по отношению индивидуально к кому-то нету прямых доказательств о совершении ими военных преступлений. И ни одного нельзя судить военнопленного, если только нету вот таких доказательств. Поэтому, а вот как раз-таки осуждение комбатантов, надругательство над комбатантами, там, трактуры, как это? Зверство по отношению, скажем так, к военнопленным, это все является военными преступлениями по Женевской конвенции. Поэтому мы фиксируем это, регистрируем как очередное военное преступление, совершенное российским режимом. И, в принципе, проводим соответствующее свое расследование. Для того, чтобы привлечь потом, после победы, всех этих людей к ответственности. Спасибо. Виктор Чумак, большое спасибо. Украинский юрист и генерал-майор юстиции запаса Виктор Васильевич Чумак был с нами на прямой связи.